В Террасполе появится новый маршрут, 23-й. По нему пустят электробусы. Они будут ездить с Западного до Балки через районы, где раньше маршрутки не ходили. Наталья Ткачук прокатилась по новому маршруту. Приветствуем вас. Это ваш боевой товарищ, собственно, электробус. Это наш водитель электробуса, который сегодня будет нас возить. Иван Куприянович обкатывает новый электробус. Пока возит сотрудников столичной госадминистрации с Балки до центра. Водителю новый бус нравится. Идет плавно, запаха нет. Машина электрическая. Повыше, да, как-то? Она повыше, потому что батарея стоит снизу. Улыбайтесь, звоните. Девочки вас снимают. Есть какие-то плюсы электробуса в сравнении с нашими маршрутками? Да, конечно, мы же бесплатно тут едим. Это главный плюс, да? Поездка на такой электромаршрутке и в самом деле обходится дешевле. Просим водителя сравнить, сколько топлива ушло бы у него на рейс, если бы это был обычный бус. Ну, нужно было бы топлива, я думаю, где-то литра 3-4. Какой-то маршрут обошелся бы. Это хорошо по деньгам сказывается. Ну, посчитайте сами. Будем, грубо говоря, считать 4 литра. Уже посчитайте деньги. Уже прилично. Да. А тут электроэнергия. Она же, по-моему, копейки. Затраты на поездку и экономию еще предстоит подсчитать. Электробус тоже нужно отправлять на подзарядку. Но это в любом случае дешевле, чем солярка или бензин. Сотрудника в администрацию города доставили. Теперь просим водителя показать новый маршрут. Тот, по которому электробус двинет 14 октября. День рождения Террасполя. Городу в этом году 230 лет. Вот и новый маршрут. Будет 23-й. Давайте, собственно говоря, и первыми этот маршрут сегодня оценим и посмотрим. Давайте посмотрим. Погнали! Пока добираемся на конечную, это западный. Иван Куприянович раскрывает секреты электрической машины. Включаю машину. Но она не готова к движению. Даже если я буду несколько раз нажимать, вот это вот, она не будет готова к движению. Мне нужно опять оно выключить все. Вот, нажимаю на тормоз. Видите, все щитки. А зачем так сделано? Как противоугонка. 23-я будет ездить от Западного. Остановка Медин, Попендерский, Совхоз, Мечниково, Бородинка. Поворот на улицу Крупской и дальше по району Кирпичи. Вот здесь остановка есть. Я не сказал, там вот на углу остановка есть. Больше всего я думаю, что они будут по трех. Частный сектор. Да. В этом районе общественный транспорт ходит редко. Да и пассажиров не так много. Маршрутчикам так работать невыгодно. Больше топлива сожжешь, чем заработаешь. Поэтому и решили пустить тут электробус. У переезда 23-й сворачивает на Кларыцеткин. И по Шевченко выезжаем к центру города. Делаем круг и к драмтеатру. Вот здесь видите справа остановка. Здесь будет остановочка. И вот так вот едем. Университет сейчас проедет. Мимо вот этой колонии. И едем до юности, до Каковскую. 30 километров. От Западного и до Балки, а потом обратно. Время в пути почти час. Чтобы люди знали, в какое время выходить на остановку, в Вайбере создадут специальный канал с расписанием. Так уже работает 16-я маршрутка. Два новых городских электробуса выйдут на дороге 14 октября. Наталья Ткачук, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.